Ты думаешь, мне удобно так озвучивать? Ты думаешь, это мурчание, оно не попадает на мою речь? Если услышите в рецепте чуть-чуть мурчания... Ваши аппетиты, я использую пилот, их skinность, thinner и cleaner. Слышите аппетиты в рецепте, как в этом. В маленьком жарке, я использую пилот, я использую пилот, пилот, в салат, и в салат, и в салат, и в салат, и в салат. И так, я использую пилот, и пилот и в салат. Не добавляйте никакого мяса. Bake the veggies 25-30 minutes. The potatoes are ready. If you want, add more salt. Enjoy! Брика, butter, and oil. I use olive oil. Leave the veggies for 10-15 minutes. Cover the pan with baking paper and place the veggies skin side down. Don't add any more seasoning. Bake the veggies. Add it. Please write it down before you get to어야 it. Add 2-3 minutes per hour. Add 1-4 minutes for a little bit. Add 1-3 minutes per hour. Add 1-5 minutes per hour. Add 1-5 minutes per hour. Ребята, я тут перечитала комментарии, насколько смогла, да, не все было приятным, но несколько слов ввели в споры несколько людей, и чтобы не спорить, смотрите, я каждое слово, которое меня интересует, всегда проверяю в онлайн-словаре Cambridge Dictionary. Я им пользовалась, он мне был куплен вообще в нескольких версиях, когда я сдавала кембриджские экзамены, и FCE, и Advanced, и Business English, и мне он всегда очень помогал. В общем, там есть классная функция, там есть значок, где можно прослушать каждое слово на британском английском и на американском английском. Перед тем, как озвучивать видео, я смотрю в этом словаре слова, которые меня интересуют, и проверяю звучание на британском варианте. Сейчас я вам покажу. Сейчас такая на минуточку, после того, как выложила звучание двух слов на английском, задумалась, это точно кулинарный блок? Расскажу историю. В классе в пятом меня спросили на уроке английского как раз описать какую-то картинку, помните, это задание, Compare and Contrast. И там был чемодан. Я забыла, как будет чемодан по-английски. Мою подружку Настю так локсёкнула, она говорит, Настя, как будет чемодан? И она мне такая, чемоданы. И я реально на полном серьезе сказала чемодан вместо лагач. Так вот, смотрите, когда ты говоришь чемодан вместо лагач, наверное, да, это однозначно ошибка, которую стоит поправить, потому что ни в какие ворота не лезет. Но в слове Patreus я всё сказала нормально. Я несколько раз сейчас переслушала, у меня уже как будто была паранойя, но я не заметила. Возможно, у меня слишком сильно смягчается T, но я не думаю, что это стоит обсуждать в комментариях к рецепту на двух языках. Вот, и второе, слово Herbs, или Herbs, да, как произносится, H действительно чуть-чуть в британском варианте смягчается, но я и не говорила Herbs. Но в слове... Ребят, в общем, с понедельника я начинаю заниматься с native speakers, с носителем языка. В 10.00 у нас первое занятие, будем всё разбирать с ним. Может быть, с вами буду делиться, если будет что-то интересное. В общем, вот такие дела. Я не думала, что до этого дойдёт, потому что я думала, что команды из мамы и тёти мне достаточно, потому что они действительно профессионалы своего дела. Но, видите, всегда можно быть ещё лучше. Вот. Я делаю это, наверное, скорее для уверенности в себе, ну и просто тоже быть немножечко в теме. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не знаю, почему, но с утра мне хочется слушать классику. На завтрак я готовлю овсяно-блин. Здесь у меня яйцо, молоко и овсянка. Сейчас я всё это пробью блендером. Сейчас скажу вам, завтрак не только полезный, но ещё и очень вкусный. И самое главное, готовиться быстро, без всяких заморочек. Рецепт взяла из блога о женском здоровье. Заходите, смотрите. Этот овсяно-блин увидите сразу. Больше, чем половины овсяно-блина уже нет. Дала попробовать мужу, сыну. Они даже и не догадались, что это ПП-рецепт. На самом деле, очень классный, вкусный. Обязательно попробуйте. Друзья, блог, который я отметила, не только с ПП-рецептами и о женском здоровье, но и о здоровье в целом. Его ведёт эндокринолог-диетолог Екатерина. И делится просто полезнейшей для нас информацией. И для меня этот блог уже как инста-аптечка. Да, именно этот блог для меня стал уже как инста-аптечка. Потому что именно там я узнала, какие лекарства не работают, их нужно выбросить из аптечки. Как правильно принимать витамин D. Как правильно выбрать омега-3, жизненно необходимый для нашего организма. Также там очень много полезной информации, что касается анализов. Например, какие анализы назначаются для того, чтобы вытянуть из нас больше денег. Или какие анализы нужно сдать, если у вас постоянное чувство усталости, даже если вы выспались и отдохнули. Кстати, пользуясь случаем, хочу предупредить вас, что сосудосуживающими каплями пользоваться нельзя. Вот у Катерины на страничке как раз есть пост. Я его прочла, я полностью согласна. У меня даже был плачевный опыт. У меня свёкор при простуде использовал називин, атривин. И у него потом появилась зависимость. А я не знала до этого, что он пользуется этими каплями. В общем, я всё выбрасывала и начала лечить его только солевыми растворами и перекисью водорода. В блоге Екатерина вы найдёте огромное количество постов с полезной информацией, а также получите ответы на вопросы, что касается анализов и прививок. Ну что, давайте приготовим рулетики из баклажанов. Пластинки баклажанов замачиваем в солёной воде, промакиваем полотенцем и обжариваем с двух сторон. Для начинки берём творожный сыр, либо обычный творог. Я возьму и то, и другое. Всё берём на глаз. К творогу добавляем укроп и чеснок, также грецкие орехи. И всё перемешиваем. Солим. И по желанию также можно добавить хамели-сунели. Начинку выкладываем на пластинку баклажана. И заворачиваем рулетики. Ну как же мне не показать вам цветущие. Диаблони, посмотрите. Крисный паклажан. А почему скринка? Привет, я Джилета Геомиан, и моя пауза «The gift to share» от Лора Макрегор. Я был задуман на сегодняшний день от кого-то, кто прошел меня на дорогу. Я не уверена, что я должен сделать. Друзья, дай. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мои сердечки с мороженым Я уже немного поела, конечно же Сейчас вам покажу Ребята, а вот что-что на мороженое Пожалуйста, приготовьте. Вы обалдеете, правда. Оно такое вкусное. И когда оно тает, получается невероятный ванильный крем. Спасибо. Ребята, слушайте, а что там так много комментариев под последним постом? Я их боюсь читать. Реально, потому что... Ну, что-то вообще очень много комментариев. У меня все такое хорошее настроение. Я не хочу себя портить, потому что я сейчас готовлю вас много. Много. Может кто-то из моих друзей, с кем мы общаемся, да, почитать эти комментарии и написать так вкратце, стоит их читать или нет. Вот, как это пожарится. Это для осьминога заправки. На улице уже темнеет. А осьминог еще варится. Черт, я это так не люблю. Потому что я тогда ничего не смогу снять. И так, посмотрите. Ужас. Сегодня вообще какая-то погода ужасная. Просто целый день темно. Я думала, такого уже не будет. Что только зимой так было. Черт. Не летом же еще какой-то такой теплый. Ура, он сварился. Посмотрите, какой он нежный. Вот я у него сейчас втыкаю вилочку. Посмотрите, насколько нежный осьминог. Просто посмотрите. Обалдеть, можно. Я вот эти присоски убирать не буду. Потому что я люблю их вкус. Я вообще все люблю, что есть в этом осьминоге. Кайф. Я уже просто не могла удержаться. Посмотрите. Какой дикий кайф. Сейчас я вам покажу, какой здесь нежный осьминог. Как бы он был. Вот я его так легенько накаливаю. Сейчас, смотрите. Все. Все. Он растворился. Обалдеть. Ребят, честно, честно вам сказать, такой нежный осьминог у меня получился первый раз. Может, все-таки надо ему реально делать этот массаж? Просто я всегда его только отбивала. Но сегодня я его реально минут 20 вот так вот массажировала. Мне еще нужно картошку дождаться. После вкусного осьминожки вышла я сейчас прогуляться. Хочу вам кое-что сказать. Я, кажется, сегодня с утра сняла вот это вот модное видео, знаете, где вот ты стоишь типа такая голая, и потом раз там щелкаешь пальцем, и все, ты в одежде. Ну, я показала мужу, и он сказал, что... Ему еще так стыдно никогда не было за меня. Ребят, то, что вы увидите дальше, должно вас просто разорвать. Ну да, ну не умею, ну не умею, ну не знаю, но я стараюсь. Пока так. Дальше будет лучше. Ржите от души. Все, вышли мы, значит, этот... Ну, просто так. Ну, нет. Дальше будет лучше. Не забывай меня. Не забывай меня. Может, встретимся. Может, встретимся. Я не знаю, где еще На этом свете есть такая железна. Ребят, полундра. Выкинули собачку. Нету двух лет ей. Маленькая, хорошая, воспитанная. Женщина отвела ее к ветеринару. Все с ней в порядке. Она умненькая. Уже там выполняет какие-то команды. Ну, короче, видно, что ее выкинули. Она не дворняжка какая-то. Вот. Может быть, кто-то, у кого там загородные дома, как сторожевую. Ну, хотя я вообще не люблю, что собачки живут на улице. Ну, в принципе, это было бы нормой, если кто-то там на ПМЖ находится. Вот. Сейчас я это вам и покажу. Это просто ужас какой-то. Пожалуйста, умоляю. Если есть какая-то возможность, помогите собаке, а? Я буду счастлива, что я хотя бы немножко к этому причастна. Давайте сделаем доброе дело. Ну, правда, очень-очень милый пёс. Продолжение следует... Привет, ребята. Привет, ребята. Я вернулся из магазина, купал продукты, сегодня решил готовить лимонный тарт. Сейчас проводил небольшую консультацию со своим шеф-поваром, с которым вместе работали в ресторане. Он меня назвал читером за то, что я купил в Азбуке Вкуса. Это безешки для декора и оформления сверху. Просто не вижу смысла готовить безе самому. На это уходит как минимум час. Это белки и сахар. Стоит 100 рублей. Проще это купить, хоть я и предпочитаю все домашнее. И будет небольшая сложность. У меня сегодня вот такая дешевенькая цинковая форма, потому что я хочу получить рифленый край. Но приличную форму я пока что еще не смог найти идеальную, которую я хочу заказать. Ребята, я тут уже несколько часов колдую и спасаю ситуацию. Кулинарные покапы происходят со всеми, особенно когда это касается кондитерки. В общем, у меня что-то пошло не так с тестом. Мы тут пытались выяснить, возможно, это в муке делом, возможно, в масле. Но тесто получилось какой-то песочный бисквит. То, что я выпекал в рифленой форме, я выкинул прямо вместе с формой. Другую часть у меня получилось выпить вот такую вот основу. И, в принципе, я ее залью лимонным тартом. Вот этой начинкой, которую я сделал, все получится, я думаю, что достаточно вкусно. Просто не так красиво. Ну и чтобы спасти как-то ситуацию, так как уже я замешал всю вот эту внутреннюю начинку, я сбегал, фикс-прайс купил однодоразовую металлическую форму и сделал основу из печенья, такую же, как для чизкейка. На самом деле, в итоге получится рецепт суперпростой, вообще просто за 15 минут. Я тут ждал тесто 2 часа, пока оно сдавало в холодильнике и заморачивался, но получится так, что тарт будет сегодня наипростейший. Я думаю, что он от этого будет не менее вкусный. В общем, ждите результат, скоро буду заливать. Новое из печенья выпекается. Я вот, собственно, залью вторую вот эту версию из теста, которое я спас. Я думаю, что получится такой прикольный домашний пирог. Начинка получилась очень вкусная, офигенная. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Наверное, сегодня затягивать эту викторину сильно долго. Лучше я еще повторю подобный формат чуть позже, если вам понравилось. На некоторые вопросы, конечно же, есть спорные ответы, но я сушу по тому, что все бармены, сомелье, мои знакомые, что на меня подписаны, они отгадывают эти варианты. Наверное, все практически. Значит, я вас не сильно, чрезмерно запутал. Голосуйте, понравилось или нет, и повторять ли такие штуки гораздо чаще. Я думаю, что можно из подобных опросников узнавать что-то новое и полезное для себя. Я решил сделать расшифровку ответов прямо сейчас, потому что он будет достаточно быстрый. Два варианта. Наверное, сегодня затягивать эту викторину сильно долго. Лучше я еще повторю подобный формат чуть позже, если вам понравилось. На некоторые вопросы, конечно же, есть спорные ответы, но я сушу по тому, что все бармены, сомелье, мои знакомые, кто на меня подписаны, они отгадывают эти варианты. Все практически. Значит, я вас не сильно, чрезмерно запутал. Голосуйте, понравилось или нет, и повторять ли такие штуки гораздо чаще. Я думаю, что можно из подобных опросников узнавать что-то новое и полезное для себя. Я решил сделать расшифровку ответов прямо сейчас, потому что он будет достаточно быстрый. Два варианта не подразумевают, какой-то расшифровки. Это шале и мюзле. Просто эти названия нужно знать. И все. Что касается подачи температуры красного вина. Есть такое понятие, что вино должно быть комнатной температуры, но оно происходит из древних времен. Собственно, когда пили вина в замках, температура в замке была 16-18 градусов в комнате. Соответственно, его подавали комнатной температурой. У нас с вами дома сейчас достаточно тепло. И вряд ли у кого-то из вас 16-18 градусов. Соответственно, перед тем, как пить вино, его можно убрать на 1-2 часа в холодильник. И это будет, как правило, идеальная температура для его подачи. Что касается декантера, конечно, его можно назвать сосудом для подачи вина. Но логично, что его основная все-таки задача является отделение осадка. Соответственно, вина, который не имеет осадка, белые вина, розовые вина и легкие красные, декантировать не нужно. Достаточно, чтобы вино просто подышало в бокале. И, соответственно, переливать его не нужно. Его просто подают в бутылке на стол. Что касается розовых вин, 99% вина делают розового из красного винограда. Просто настаивают чуть-чуть меньше. И за счет этого цвет получается не такой насыщенный. Есть шампанские вина, французские, которые делают из смешения красного и белого винограда. Но это очень-очень такая редкая история. Поэтому в основном все, что вы покупаете в магазинах, это красный виноград. И за счет этого цвета. 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 Ребята, подскажите мне, пожалуйста, мне ваша помощь нужна. Вы видите мои посты? Как раз соточка получилась. Я выложу обязательно для вас рецептик или сохраню в актуальном. Напишу, как ее готовить. Ребята, подскажите мне, пожалуйста, мне ваша помощь нужна. Вы видите мои посты? Последние мои там три поста. Или они вам не нравятся, поэтому вы их не лайкаете. Можете, пожалуйста, написать. Не видите? Или просто не лайкаете? Я не обижусь. Просто интересно, видите или нет. Спасибо, что отвечаете. Я просто хочу выложить сегодня еще один рецепт. И очень бы хотелось, чтобы вы его заметили. Потому что это вчерашний рулет с лавашом и фаршем. Он получился безумно вкусным. Мне кажется, он получился очень фотогеничным. Вот я в сторис уже выкладывала завлекалочка. И я бы очень хотела, чтобы он тоже набрал популярный, чтобы его все увидели. Поэтому, пожалуйста, обратите внимание. Сегодня у меня будет два поста. Если вдруг вы в ленте своей не увидите, вернитесь, посмотрите, пожалуйста, через сторис, может быть, и оцените по достоинствам. А я тогда буду больше и больше выкладывать, потому что это, мне кажется, стимулирует. А то пишешь, пишешь, пост. А никто его не видит. И обидно становится. Вот. А сегодня, честно говоря, совершенно неохота ничего готовить, и поэтому, кажется, будем доедать то, что осталось. Друзья, уже завтра 9 мая. Время летит нам быстро. К 75-летию со дня победы мой муж, брат, наши талантливые музыкальные друзья записали часовой концерт для вас. Смотрите, я сейчас выложу в следующем сторис кусочек из этого видео. Прикреплю активную ссылку, за которую вы можете потянуть и пройти. Посмотрите, вам понравится. Закатом орыва Клаземки карие Давай с тобою баре Выпьем паста по реку Москва нарядная Применит наградами Голов не сосчитать седых На свой салют спешат деды Живых цветов ковер Пусть над Кремлем плывет Нас снов пятью-десятью залпами Страна зовет Она рассвечена Огнями вечными За всех погибших и живых Сто грамм поднимем фронтовых Сны Полсотни лет нам снятся сны После войны Они друзьями и подругами полны Которых столько потеряли мы Покуда не дождались той весны На нашем газоне уже чего-то нет Посмотрите Трава уже такая высочайная Пора стричь Сейчас все дожди-дожди Ждем, когда солнышко выйдет Смотрите, какая тут красота Вишню в прошлом году посадили Вот это целое красиво Груша уже Начинала зацветать Маленькие наши яблоньки тоже Они хоть и маленькие, но плодов дают очень много Каждый год Все же цветочки появляются Хорошо, прям уже так По летнему Представляете, сейчас звонит курьер Девять ветерей говорит Вам доставка От подружки Ира, тебе спасибо огромное У меня просто слов нет Тут такая красота и вкуснота По французским рецептам Готовятся эти сыры Производятся по традиционным рецептам Фермерским Боже, это такая красотища Мне кажется, это такая вкуснотища О, мамочки Буду сейчас изучать Потому что просто так Порезать и съесть Мне кажется, неинтересно Надо прочитать Как, что с ним делать Спасибо за инструкцию По применению Очень интересная Ира, и же моя Спасибо тебе большое, девочка Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Давайте просто посмотрим на улицу Вот На открытое пространство Потому что сидеть дома Это пипец Просто посмотрим на деревья Смотрите, пока мы сидим Тут деревья распустились Эх, хорошо Хорошо-то как Это улица Свободы Кстати, самая длинная улица Москвы Самая протяженная Красиво Топ-контент От нахождения дома, конечно Крыша немножко начинает ехать Я уже второй день себя ловлю на мысли Что Организм потерял Ощущение пространства Короче То есть Значит, ну ты находишься дома И у тебя как бы все рядом постоянно Стены, ну что, ну максимум там Расстояние до ближайшей стены Ну там, ну 5 метров Вот И вот это ощущение пространства Оно Немножко теряется Из-за этого, знаешь, ну видимо Организм начинает перестраиваться И такое определенное какое-то Головокружение Что-ли Знаешь, такое Тут странные какие-то ощущения происходят Я не знаю, вот у вас есть такое Чувство Или только меня Так колбасит Ну ходишь на улицу и такой Ёпт Класс Давайте продолжим Ехать со мной Посмотрим Я буду лечить у вас Синдром замкнутого пространства Давайте вдаль Смотрите вдаль Вот туда вот За пятый светофор Мне правда сейчас сворачивать надо Ну постоим, посмотрим Что у нас тут Панорама Здесь у нас на свободе есть какая-то Какое-то здание Блин, только что пришла Смс-ка от дочки Ватсап Давай заведем мини-пига Он мне постоянно кого-то завести хочет То игуану, то пуму хотела домой завести Сейчас пришло сообщение про мини-пига Да Те, кто на меня давно подписан Наверное, даже помните Историю перед тем, как мы завели себе Джек Рассела, Бруно Нашу классную собаку У меня была мысль завести мини-пига Но Насмотрелся, наслушался Истории о том Как мини-пиги Заявленные Превращаются В обычных поросят И отказался от этой идеи Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Субтитры создавал DimaTorzok Всем привет! Привет из прекрасного Стамбула Вот так вот у нас вокруг красиво Свежий воздух Море рядом Морской ветерочек Вот так красиво наблюдать за нашим городом С нашей террасы Так что нам карантин не был страшен Можно здесь чай пить, кофе, шашлычки готовить Красота! Ммм, вкуснятина! Отвариваем картофель Пюрируем Добавляем соль, паприку, масло и молоко Взбиваем до однородной массы На лист лаваша Выложим побольше начинки Сложим лаваш Немного придавим Разогреваем сковороду И жарим на среднем огне С двух сторон до румяного цвета В идеале нужно использовать Тонкое тестоювка У меня лаваш Далее растопим сливочное масло И смажем наши гузлями Приятного аппетита! Это очень вкусно! 25 блогеров каждый день 4 блогера разыгрывают по 40 тысяч рублей Внимательно следите за нашими сторис Чтобы не пропустить раздачу Выбирать мы будем любого По лайкам в наших постах Поэтому обязательно подпишись на нас 25 человек Я и мои 24 друга в разделе подписки Ставь 5 лайков на 5 последних постов И на все новые посты И каждый день проверяй свои лайки Всем удачи! Смотрите обязательно наши сторис В сторис грандиозная раздача Как только заметишь лимон в сторис Пиши штраф Первый получает 500 рублей Не желтый цвет А сам лимон Всем удачи! Девчата, у меня к вам огромный вопрос Где на этих банках вы увидели цитрус? Вы скажите мне, пожалуйста Это же бобовые, крупы, хлебцы, травы Ну никак не цитрусовые Вливаем кефир Вливаем яйца Все взбиваем Добавляем сыр Натертый на крупной терке Перемешиваем Добавляем тыквенные семена И семена кунжута Сюда же добавляем оливки Они у меня маринованные Перемешиваем Аккуратно, не разрушая оливки Затем добавляем кукурузную муку Добавляем муку другую Овсяную, полбиной, цельнозерновой Разрыхлитель Прованские травы Соль Все перемешиваем Перелопачиваю Все лопаткой Потому что венчиком Становится уже трудновато Форму для запекания Обильно смазываем маслом Вливаем тесто В формочку Смотрите, какой шикарный хлеб получился Он нужно остудить Посмотрите, какой он пористый Весь красивый в разрезе Семена Оливки Разные цвета Сыр Я даже не могу вам передать Какие ароматы в доме Сейчас остынет И я сразу смонтирую рецепт Красота такая У нас завтра-послезавтра Комендантский час Поэтому сейчас Мы хотим насладиться Стамбулом Вот такая красота А это Сахи Продолжение следует... Посмотрите Как завораживает Эта красота Один из красивейших городов в мире Вот оно Метри от меня Красота Чайки летают Пароходы, корабли, теплоходы Посреди Стамбулы Дмитрий от меня Посреди Стамбула Надпись прости На русском языке Кто кого прощает Здесь ресторан Через 600 метров Плавный поворот Интересные да улочки Это старый Стамбул получается Старый город Он мне говорит повернет сюда Как я поверну сюда Такое дерево красивое впереди Вот старый город Смотрите какие домики Интересные Совсем старый район Очень близко Дома расположены И такие интересные райончики Как будто в сериалах А в османском стиле двери Это отели наверное да все Все отели Пустуют Пустуют да Построенные возле Айасофи Красиво да Красиво да А у меня какие интересные все Закрыты все магазинчики Кафешки Ресторанчики Здесь раньше так было прям Очень много людей На этой площади Все закрыто сейчас Спасибо так очень Эти улицы всегда были многолюдны С толпой у туристов Посмотрите какая пустота везде Даже глазам не верится Сейчас едем в туннеле Который построен Под Босфорским проливом Ведет из европейской части Стамбула В азиатскую часть Стамбула Он очень такой длинный Продолжительный И чуть-чуть жидковатый Конечно же Азиатская часть Стамбула В Стамбуле две части Европа и Азия Их разделяет Босфорский пролив Сейчас мы Туннелем приехали в Азию Целая пробка машин А мы через мост поедем назад Красиво яркие дома Красиво здесь очень В Азии Очень густонаселенная сторона Стамбула Но она не туристическая Мы зашли в огромный торговый центр Эбебек В котором продаются только детские вещи Разные Для новорожденных Для чуть-чуть постарше Хорошенькие вещички такие Такие хорошенькие и яркие вещи Смешные Интересные Смотрите Красота такая И разные здесь есть А это вещички для мальчиков маленьких Хорошенькие такие вещи Все яркое такое Какая красота Детей аж захотелось Детей аж захотелось Субтитры сделал DimaTorzok